Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сегодня я продолжаю свой рассказ о Приволжском дне поля, который проходил в Нижегородской области в начале июля. Лучшие сельскохозяйственные животные региона, лучшие образцы сельскохозяйственной техники со всего мира, лучшие продукты питания со всего Приволжского федерального округа. Об этом и о многом другом сегодня в нашей программе. Одно из ключевых мероприятий Приволжского дня поля – конкурс крупнорогатого скота. Нижегородская элита – лучшая представительница коров молочного направления со всей Нижегородской области. Участвует 35 племенных хозяйств. От каждого предприятия по две коровы. Лучшие из лучших. Если в среднем по области надой на каждую корову в год составляет 4800 килограммов молока, кстати, мы четвертые по этому показателю в Приволжском федеральном округе, то в племенных хозяйствах коровы за год надаивают более 7 тысяч килограммов. Два раза у нас лучшее хозяйство превышает среднеобластной показатель. Возможность есть. Есть у нас, вы видели, здесь прекрасная техника, которая может заготавливать корма. У нас есть хозяйство, которое в течение 6 дней заготовили свои корма. Эти хозяйства вот здесь и представлены. Вот Пушкинская 9973 надоела, следующее хозяйство 9926 и так далее. Вот у нас 9 тысячные хозяйства стоят. Это уровень мировой. Это мировой уровень. И вы сегодня увидите, какие прекрасные коровы. Можно сказать, модели наши. Наши модели, они будут представлены на длинных ногах. Прекрасная конституция, прекрасный вид имеют животные. И дают по 40-45-50 литров молока в день. Пять ведер молока в день. Это действительно уникальные животные. Не зря их называют живой фабрикой по производству молока. А еще, как и прежде, корова у нас кормилица. Поскольку кормит она сегодня подавляющее большинство сельхозпредприятий. 70% денежных ресурсов мы получаем от молока. Наши сельхозпредприятия. Это экономика. Это наша жизнь. Две основные и самые популярные в Нижегородской области породы участвовали в конкурсе. Швидская и черно-пестрая. Была заявлена еще и третья порода. Красногорбатовская. Но соревноваться участницам по этой породе было не с кем. Поскольку на всю Россию осталось одно единственное племенное хозяйство по Красногорбатовской породе. А Бабковская и Павловского района Нижегородской области. Потому коровы этого хозяйства автоматически заняли первое место. А вот за золото у швецов и черно-пестрах галштинок развернулась нешуточная борьба. Поскольку мы вели отбор среди животных, которые дают молоко, естественно, основное внимание было уделено тем характеристикам, которые способствуют легкой молокодаче животных. То есть, прежде всего, это правильная форма вымени, соответствующий объем вымени. И немалую роль здесь играют конечности. Поскольку животное, которое способно давать много молока, должно иметь хорошие крепкие конечности. Тьебе Хаймбрихте бывал на подобных конкурсах во всем мире. Потому его объективной оценке вполне можно доверять. Следует действительно отметить работу специалистов по племенной работе, поскольку они действительно сделали большой вклад в организацию этого мероприятия. И животных, которых судья сегодня видел на ринге, это действительно лучшие животные. Следует несколько слов сказать о победителе. То есть, это животное, которое имело наиболее ярко выраженные молочные характеристики, имело лучшее вымя по форме. То есть, это животное вполне конкурентно способно на самом высоком уровне. Речь в данном случае идет о коровах хозяйства Дубенской в Адского района. Предприятие в Нижегородской области знаменитое. Знаменитое. Шутка ли, почти 40 тонн молока ежедневно поставляет Дубенская на стол нижегородцев. Молока отборного, высшего сорта. В этом первом месте большую роль играет коллектив специалистов нашего сельхозпредприятия. В течение этих 17 лет им в том числе проделана большая работа в плане селекции. Это в первую очередь, конечно, главный зоотехник, зоотехник, селекционер. И, конечно же, рядовые животноводы нашего хозяйства. Нужно отдать должное, конечно, и нашим выводящим животных. Они умеют эту работу выполнять хорошо. В течение многих лет они уже просто умеют, научились эту работу делать достойно. Ну и готовить, безусловно, животных. Выбирать животных тоже научились очень хорошо. Я думаю, что в нашей области в настоящий момент серьезные наработки. И с каждым годом конкурировать нам будет все сложнее и сложнее. Конкуренты у Николая Ивановича Рыбина действительно серьезные. На пятки наступают. В 2014 году даже потеснили Дубенское с первого места. Но сегодня специалисты хозяйства вновь доказали, что они лучшие в области по племенной работе. Поскольку работа эта ведется десятилетиями. Выскочек, однодневок в этом деле нет и быть не может. Мы готовились в течение 17 лет, я вам скажу. Мы много лет выигрываем и занимаем первые места. И гран-при в течение многих лет было нашим. В прошлом году мы уступили Алексею Владимировичу Степанову. Я думаю, что это закономерно. Конкурс есть конкурс. Но я почему сказал, что в течение 17 лет готовились. Мы 17 лет работаем с галшинским скотом. И за эти 17 лет мы очень многое наработали. Конечно, Николай Иванович Рыбин и его трудовые резервы, будем так говорить, привели прекрасных животных сегодня. И должен быть маяк. Вот в моем понимании всегда должен быть маяк, всегда должен быть лидер. И я рад, что они вернули первое место. И мы поздравляем Николая Ивановича с этим замечательным событием. Кстати, так же, как и сельхозпредприятие Нива, которое тоже было на первом, потом два года на втором, и в этом году они вновь на первом. Да, заметно Нива у нас прибавила, надо прямо сказать. Они очень сильно продвинулись в этом направлении. Они идут сейчас по новой технологии и содержании скота. Значит, это новое строительство. Но они уже готовы и по животным сегодня по формированию своего нового стада. Ведь это кропотливая работа. И вот понятие, что один год там, два года, три – нет. Это целая проходит эпоха времени для того, чтобы выйти на хорошее дойное стадо. Требуется порой чуть не 15, 20 порой лет. И вот смотрите, какие результаты. Мы это прошли, подтянули очень сильно. Об этом было вчера тоже сказано и высшим руководством нашей Российской Федерации, министром сельского хозяйства России. Хозяйство Нива Лысковского района, так же, как и Дубенское, много лет в лидерах по племенной работе. Хозяйство это вообще уникальное, поскольку это одновременно племзавод и по швидской, и по черно-пестрой породе. Но на конкурс Нива выставила именно шведцов, поскольку в 2014 году, так же, как и Дубенское, уступило первое место по этой породе. Были вторыми и в этом году жаждали реванша. Животные у нас не выставочные, они выбраны из стада, то есть были еще ряд животных не менее достойных, но по лактации кто-то сейчас вот с хостой находится, они не совсем подошли для участия в выставке. Но, думаю, если нас пригласят участвовать на золотой осени, я думаю, нас либо эти животные будут представлять, либо ряд других животных есть, потому что мы специально животных выставочных не держим, а всегда стараемся отбирать из продуктивных животных. Нужно отметить и организацию данного конкурса. Ведь сама выводка на ринге – это лишь надводная часть айсберга. Основная работа ведется вне ринга. Нужно сделать удобные стойловые места. Нужно организовать дойку коров, ведь это лучшие представительницы породы, как минимум российского уровня. Не подай ее вовремя и загубишь элитную корову. А конкурс проходит в чистом поле. Здесь ни электричества, ни животноводческих помещений. Но все это было организовано как надо, что тоже было отмечено международным экспертом. Стоит сделать комплимент организаторам данного мероприятия, поскольку все было организовано на высшем уровне. В особенности это касается организации выводки животных на ринге. И коровы до выводки содержались в хороших условиях. Это можно было оценить. И особое спасибо специалистам по племенной работе, которые подготовили этих животных и действительно сделали огромную работу. Организаторы даже предусмотрели единую форму одежды для выводящих. Вроде мелочь, но смотрится более солидно. Кстати, о самих выводящих. Работа у них не из легких. Представьте, корова 600-700 килограммов весом вдруг выходит в центр круга, а вокруг сотни зрителей. Шум, вспышки фотоаппаратов. Что придет ей в голову, неизвестно. Она может испугаться и побежать. Может встать, как вкопанная, и отказаться идти дальше. Или вот как эта корова может захотеть попозировать на камеру. Пойди, удержи ее тогда. А это все тоже оценивается жюри. Потому у выводящих особая роль и огромная ответственность. Они должны знать повадки животных, особенности их характера. И животное должно им доверять. Ну и в завершении коровьей темы скажу, что победители этого регионального конкурса будут представлять область на всероссийской выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве в начале сентября. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы, после чего я продолжу свой рассказ о Привозском Дне Поле и о тех мероприятиях, которые здесь проходили. Не переключайтесь, реклама закончится быстро. Привозский День Поле посетило более 5000 человек. 40 единиц техники были куплены прямо здесь, на выставке. Но самое главное, выставка стала площадкой, где многие предприятия находили друг друга и заключали договор о совместном сотрудничестве. Вот, например, встретил я здесь своего старого знакомого, Олега Антипина. Минувшей зимой мы с ним пересеклись в одном из сельхозпредприятий области. Тогда он только налаживал первые аграрные связи. Имея свой небольшой автосервис и стенд для ремонта электрооборудования, он решил попробовать чинить стартеры и генераторы для тракторов, как отечественных, так и импортных. Получилось. Остались довольны и он, и хозяйство, поскольку последнее немалые деньги сэкономило. Раньше-то постоянно новое электрооборудование приходилось покупать взамен сгоревшего. Вот и приехал Олег на выставку с целью расширить связи, найти новых клиентов. Я взял с собой визиток и с многими людьми пообщался, поговорил, обменялись визитками. Многие интересуются по поводу ремонта. Да и здесь на выставке есть кто предлагает восстановленные агрегаты. Вот я мимо проходил. Фирмы здесь, они уже присутствуют. Это конкуренты, наверное. Ну, наверное, да. Наверное, да. Но в то же время у них можно поучиться что-то маркетингу. Может быть. Вот я вот тоже у меня как бы где-то в мыслях, не приехать ли мне на следующий год на эту выставку с восстановленными также образцами техники. Как бы у меня все для этого есть. Тут у всех вот генераторы, у меня тоже все есть, в общем-то. Если вот будет такая возможность, наверное, я тоже сюда приеду. Почему бы и нет? А вот один из самых известных аграрных руководителей Нижегородской области. Евгений Михеев. Он на выставке и свой товар предлагает, и ищет, чтобы здесь такого нового купить, чтобы сделать производство более рентабельным. Это отдых, это место общения, и это какая-то отдушина. Ну и в то же время, я бы сказал, и работа. Ну, наверное, у вас специалист, скажем, в своей отдыхе. Да, у меня человек 12 здесь людей. Значит, специалистов, которые каждый... Я сам-то не во всех вопросах слишком сильно себя чувствую. Я как организатор, значит, занимаюсь организацией, и все. А кто что увидел, что что посмотрел, кому что понравилось, мы, значит, все это обсудим, посмотрим и, значит, сделаем какие-то выводы, что как. А приобретение мы каждый месяц что-то приобретаем, что-то нам нужно, торгуемся, глядим, что лучше. Лучше белорусское или джонгировское по цене, качеству, и по технике, и по другим составляющим нашего производства. А производство на сок какой большой. Мы сегодня выставляемся. Тут и хлеб, и мясные продукты. В этом году мы нажали тысячу тонн рапсового масла, который отправляется в Краснодар, и затем в Израиль. Российский покупатель не привык к рапсовому маслу. У нас нет культуры потребления, хотя он занимает второе место по полезности после оливкового. Но, тем не менее, это, значит, производство, которое мы недавно начали заниматься, оно имеет большой успех и, значит, продвижение. Участвует хозяйство Евгения Михеева и выставки крупнорогатого скота. Хотя, по словам руководителя, пока они на первое место не претендуют. Но, тем не менее, засветиться на выставке со своими животными, рассказать о своих успехах, это уже большое дело. Первотелки привезли. Как известно, мы недавно занимаемся молочным животноводством. Но, тем не менее, каждый год участвуем. Наши, значит, коровы не занимают лидирующие места. Но, тем не менее, сам факт участия. И в конечном итоге мы все-таки год от года прибавляем где-то тысячу литров на дое в год, на одну корову. Я думаю, что с генетикой все наладится. И через 2-3 года мы будем в лидирующих позициях занимать. Потому что это нужно время. Генетика не делается одним днем, одним шагом. Это долгий, короботливый труд. Но его надо пройти достойно и правильно. Вообще, на выставке не только племенные коровы, но и прочие животные. Вот племенные кролики, племенные куры, добрый десяток пород, племенные рыбы и даже племенные пчелы. Пасека была у нас и ранее 60 семей, но когда мы выиграли грант, сейчас уже занимаемся профессионально, сейчас закупили племенных пчел в Бортниках Рязанской области, племенную пчелу, среднерусско-плевский тип. И сейчас уже расширили пасеку до 180 семей и вышли на проект уже полностью воспроизводим пчелопакеты, продаем пчелопакеты. Вот можно, пожалуйста. В этом году мы где-то примерно продали около 100 пчелопакетов, разбили, помогли организовать одну пасеку 60 семей вот в Коврове на нашей базе. Потом еще продавали 20 семей, еще товарищи погибли, еще тоже восстановили пасеку. И по области, по региону у нас сейчас пчелы берут. Одним словом сказать, это мало, это просто отлично, восхитительно. Везде люди, видно, стараются показывать свои успехи, наработки, кругом шутки, радость и, естественно, заключение сделок, договоров. Это очень важное мероприятие. Я думаю, что другим территориям надо этому учиться. Такого рода мероприятия, они просто необходимы для того, чтобы поднимать эффективность работы сельскохозяйственной отрасли. Нужно все время быть на острие проблемы. Нужно знать и то, что хорошо получается у соседей, и то, что не получается. Мы войдем в историю наше поколение. Мы, те, кто живет сегодня, в это время, потому что мы выполним историческую роль, историческую миссию, которая за последние сто лет мы не могли этого сделать. В полной мере поставить на продукты, на полки российских магазинов, продукты отечественного производства, на сто процентов закрыть потребление продуктов питания. Отдельный павильон на выставке посвящен пищевым и перерабатывающим предприятиям. Вот уж где действительно слюньки текут. Конечно же, нижегородский стенд один из самых обильных. Все же принимающая сторона нельзя в грязь лицом ударить. Два десятка нижегородских предприятий представили здесь свою продукцию. Ну и соседи не подкачали. Во многих регионах есть свои фирменные продукты, национальная кухня, ну кто ж не знает, татарский чак-чак или знаменитый на весь мир башкирский мед. Все это было здесь, на выставке. И продегустировать эти продукты мог любой желающий. Не прогадали и те, кто приехал на выставку с детьми. Ну где еще вживую ребенок увидит, как на гончарном круге рождается кувшин и как на ткацком стане ткут половики. В общем, несмотря на большое количество высоких гостей, а на день поля приехали 14 губернаторов Приволжского федерального округа, полномочный представитель президента, министр сельского хозяйства России. Атмосфера на выставке была непринужденная, доброжелательная. В самом конце первого дня выставки, часов в 6 вечера, я обратил внимание вот на этот коллектив из Оренбурга. Официальные торжества давно уже закончились, подавляющее большинство народа с выставки уже разъехались. И видно, что артисты уже устали, поскольку с самого утра у них были выступления. Но поскольку в павильоне был еще народ, пусть и немного, они вот так, по-простому, в уголочке сидели и пели для них. А благодарные зрители подходили и слушали. Никакого официоза здесь не было. Это было просто от души. ПЕСНЯ 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 Привозский день поля завершил свою работу. Но через год здесь, на этом же поле, можно будет вновь увидеть все это многообразие сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных технологий, самых лучших представителей крупнорогатого скота и вообще животноводства Нижегородской области. Выставка Агрофест НН у нас в Нижнем Новгороде уже стала традиционной. На сегодня у меня все. Мы с вами встретимся через неделю и, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Без прикрас. Увидимся. Всего вам доброго.